МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальный банк Казахстана одобрил участие четырех банков второго уровня в программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора, сообщил глава регулятора Даниил Ракишев. Вы знаете, что мы реализуем программу поддержки банков. Первый этап этой программы уже реализован в виде оздоровления Каскомерцбанка и продажи его стратегическому инвестору Халыкбанку. И оба эти банка сейчас функционируют без проблем, не испытывают проблем с ликвидностью и устойчивостью, сказал Акишев. Второй этап программы – поддержка банков, которые сконцентрировали достаточно большой объем плохих кредитов и возможности акционеров, которых не позволяют им самостоятельно решить эту проблему. Эти банки крупные, с размером капитала свыше 45 миллиардов тенге, акционеры которых готовы на паритетных началах участвовать в докапитализации своих финансовых институтов. Мы одобрили заявки четырех банков – это АТФ, Евразийский, Цесна и Центркредит на общую сумму где-то 410 миллиардов тенге, уточнил Акишев. Удорожание бензина может отрицательно сказаться на ожиданиях населения по инфляции в октябре, считает директор Департамента исследований и статистики Национального банка Республики Виталий Тутушкин. При этом он затруднился однозначно ответить на вопрос, насколько негативным окажется влияние удорожания горюче-смазочных материалов на инфляцию, сославшись на то, что соответствующего исследования еще не проводилось. Результаты оценки влияния удорожания ГСМ на рост цен и инфляционные ожидания будут известны в начале ноября, добавил Тутушкин. Между тем, он отметил, что ожидания населения по инфляции не вызывают опасений у Нацбанка. Инфляционные ожидания остаются на стабильном уровне, считает Тутушкин. По его информации, этот показатель в сентябре находился на уровне 6,5%, тогда как по факту рост цен за 9 месяцев этого года составил 7,1%. Россия уже начала оказывать Казахстану поддержку в преодолении топливного дефицита в стране. В октябре объем дополнительных поставок бензина достигнет 100 тысяч тонн, сообщил заместитель министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов. Обращались из Казахстана, мы активно помогаем, у нас сейчас идут активные отгрузки. Мы им помогали, в частности, по авиакеросину, сейчас помогаем по автобензинам, цитирует ТАСС Молодцова в кулуарах российско-британского сырьевого диалога в Санкт-Петербурге. В целом поставки будут до 100 тысяч тонн по бензину в этом месяце, в дальнейшем, согласно индикативному балансу. То есть объем этого года может быть даже чуть превышен, чем индикативный баланс, потому что у нас есть профицит текущего производства. Мы считаем, что это возможно, пояснил представитель Минэнерго Российской Федерации. Национальный банк Казахстана намерен ограничить операции физических лиц на рынке криптовалют, сообщил глава регулятора Данияр Акишев. По криптовалютам ситуация непростая, существует много дефиниций. Чувствую, что в них население путается, путаются журналисты, порой даже официальные лица. Поэтому Национальный банк готовит комплекс предложений. Но мы склоняемся к тому, что операции физических лиц каким-то образом должны быть ограничены по криптовалютам, потому что здесь мы видим спекулятивный риск, сказал Акишев. В случае, если завтра вкладчики в криптовалюту потеряют деньги, понятно, что это нерегулируемый рынок и люди сами несут риски. Но, думаю, в случае риска люди придут к государству. Мы должны принять меры, пояснил Акишев. Миллиард 100 миллионов тенге предусмотрено ежегодно на развитие туризма в Казахстане, сообщила вице-министр культуры и спорта Республики Актотыра Эмкулова. По ее словам, увеличение финансирования было связано с созданием в 2017 году нацкомпании «Казахтуризм» с бюджетом 635 миллионов тенге. В рамках проектного управления планируем увеличение рабочих мест в этом году и последующие годы планируем продвижение имиджа республики на веб-портале BBC World News, что обходится в 124 миллиона тенге. По поводу рабочих мест предполагаем увеличение до 417 тысяч рабочих мест, а по поводу туристов мы планируем увеличение на 30%. Это 3 миллиона 200 тысяч туристов, пояснила замглавы ведомства. Продолжение следует...